Всем привет! Буквально на днях у нас вышла новая утилита – генератор объявлений Google Ads. Она используется для быстрого создания объявлений по принципу «одна группа, несколько ключей, несколько объявлений». Она значительно облегчит жизнь рекламодателям, а также ускорит процесс создания работы над компанией в Google Ads. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы остановимся на более детальном разборе работы с данной утилитой. Итак, в первую очередь нам потребуется непосредственно сам Google Ads Editor. Если у вас еще его нет, скачать вы сможете по ссылочке в описании. Во-вторых, нам потребуется наш файл с ключевыми словами, которые разбиты по группам и со снятыми циферками частоты. Итак, открываем наш файлик экселевский с группами, ключами и частотой. В первую очередь нам очень важно будет отсортировать по столбцу частоты по убыванию. Проще всего это сделать, конечно же, в экселе через данные, фильтр и сортируем по убыванию. От самого высокого показателя к самому низкому. После этого рядышком в столбце мы прописываем непосредственно тип соответствия. Как правило, для самого высокого показателя мы применяем точное соответствие. Для слов, фраз, которые состоят из двух-трех слов с частотой где-то до 100, мы применяем фразовое соответствие. Ну и для слов, которые имеют низкую частоту, мы применяем широкое соответствие. Как только мы это сделали, прописали тип соответствия в соответствующей колонке, мы отсортировываем наши фразы по названию группы. От А до Я. Таким образом, в каждой группе первая фраза будет встречаться с максимальной частотой. И так по убыванию. Это нам пригодится дальше в нашей работе с генератором. После этого, как мы проставили словами наш тип соответствия, мы удаляем вот этот вот столбец непосредственно с цифрами. Все, нам он больше не нужен. И сохраняем наш файл. Как только мы сделали все эти наши манипуляции, мы сохранили наш файлик, переходим в нашу утилиту генератора объявлений, и наш сохраненный файл мы загружаем в нашу утилиту. Если у вас нет частот, или вы не знаете, в каком типе соответствия необходимо проставить ваши ключи, то ничего страшного. Вы можете залить сюда ваш файлик, который разбит по группам с ключами, но без колонки типа соответствия. Далее, с правой стороны вы видите такое поле, где у нас есть прописанные типы соответствия, и вы можете поставить здесь определенные галочки. В вашем случае тогда вы проставляете все три галочки на модификатор широкого соответствия, на фразовое соответствие и на точное соответствие. Таким образом, утилита проставит все три варианта типа соответствия каждому вашему ключу. То есть у вас получится, что все ваши ключи, которые вы загрузили, будут в трех типах соответствия. После этого, как мы сделали это, мы переходим к следующему полю создания объявлений. С правой стороны вы увидите превью, где сможете посмотреть, как будет выглядеть ваше объявление в конечном итоге, как оно будет меняться по мере того, как вы будете заполнять все необходимые поля. Итак, первым делом вставляем ссылку на наш сайт и заполняем все поля заголовок 1, 2, 3. Вы можете прописывать фиксированный заголовок, который придумали сами и хотите, чтобы вот он был. Например, как я выбрала продвижение сайта в Европе. Я пишу его, и этот заголовок будет в моем объявлении, никуда он не денется. Есть еще другой вариант, но мы его рассмотрим при создании второго объявления. Точно так же дальше мы прописываем заголовок 2, заголовок 3, отображаемый путь, и описание текста 1 и описание текст 2. Не забывайте использовать в тексте объявления цифры, предлагать какие-то скидки, использовать какие-то УТП. Все это повышает CTR нашего объявления. Вот как раз внизу вы можете увидеть баланс слов, который анализирует качество текущего текста объявления и выдает вам оценку. Например, у меня здесь использованы цифры, и оценка заголовка пока что 3. Но если я сейчас добавлю какое-нибудь УТП, например, со словом «лучший», вы увидите, как оценка заголовка поменялась и стала с 3 до 6. Таким образом, вы можете постоянно тестировать ваше описание, следить за балансом слов и выбрать самый оптимальный вариант объявления. Далее вы нажимаете на плюсик и создаете второе объявление. Все действия будут точно такие же, все поля точно такие же, но давайте мы с вами в этом случае будем для заголовка 1 использовать оператор Keyword. Что же такое оператор Keyword? Что он нам дает? Используя данный оператор, система подставляет в заголовок первую фразу из группы. Ну а так как лучше всего вводить в заголовок самую высокочастотную фразу, для этого мы с вами в начале нашего пути и отсортировали ключи по убыванию частоты. И таким образом теперь у нас подставляется первая высокочастотная фраза из группы. Если же вы введете оператор Keyword, например, 2 или же Keyword 3, то, соответственно, вам в объявлении в заголовок 1 подставится вторая или же третья фраза из группы. И учтите маленький нюанс. Если вставить оператор Keyword просто без цифры, как он есть, но фраза, это первая из группы, которую он будет подставлять, окажется слишком длинной, генератор автоматом разобьет эту фразу на заголовок 1 и на заголовок 2 или же 3. То есть, как вы видите, у меня первая фраза продвижения сайта на английском, но полностью она не помещается в заголовок 1. Соответственно, оператор разбивает мне на два заголовка. Продвижение сайта на это первый заголовок, английском это второй заголовок. Если же вы используете оператор Keyword 2, к примеру, и фраза точно так же оказывается слишком длинной, в таком случае оператор, генератор наш, просто обрежет фразу до того количества символов, которые позволяют вставить AdWords в первый заголовок. Точно так же эти же операторы Keyword вы можете использовать в заголовке 2 и в заголовке 3. Дальше переходим к отображаемому пути, и здесь тоже есть одна маленькая хитрость. Вы можете не просто прописывать вручную отображаемый путь 1 и отображаемый путь 2, вы также можете здесь использовать операторы. Операторы Word 1 и Word 2. Что дает нам оператор Word 1 и Word 2? Операторы эти используют первую фразу в группе, разбивая ее на первое и второе слово соответственно. То есть, если фраза у нас была продвижение сайта, оно вот, видите, нам разбило Word 1 продвижение, Word 2 сайта. И получилась вот такая отображаемая ссылочка продвижения сайта. Вот здесь мы смотрим баланс наших слов, нашу оценку заголовка и движемся дальше. Заполняем быстрые ссылки. Здесь все очень просто. Просто заполняем заголовок быстрой ссылки, текст быстрых ссылок и непосредственно URL быстрой ссылки. Вот здесь с правой стороны в превью мы видим, как появляется первая заполненная наша ссылочка. После того, как мы заполнили первую ссылку, нажимаем на плюсик и заполняем дальше вторую ссылку и так третью, четвертую и так, сколько нам их необходимо. Как только мы заполнили все наши четыре быстрые ссылки, можем посмотреть с правой стороны, как же выглядят наши объявления. Вот здесь мы переключаемся между ними и смотрим, нравится нам, не нравится, как это выглядит. Переходим к следующему пункту, это непосредственно к нашим уточнениям. Здесь вы прописываете свои уточнения, нажимаете на плюсик, добавляете, прописываете снова. Прописали наши уточнения, смотрим, как они выглядят, как они отображаются и переходим к пункту минус слова. Мы добавляем наши минус слова, если они добавляются в точном соответствии, то есть в квадратных скобках, тогда слова склоняться не будут. Если же мы просто добавляем наши минус слова, как они есть, таким образом все эти слова просклоняет наш склонятор. Очень часто пользователи забывают о том, что минус слова нужно добавлять во всех склоняемых формах. Они забывают это делать, а потом удивляются, что денежки-то списываются. Итак, вставляем наши минус слова. Называем нашу компанию, как она будет у нас называться. И нажимаем на волшебную кнопочку «Создать компанию». И мы видим результат. Все поля у нас заполнены для каждой группы, естественно. И самое главное, самое важное, кстати, что есть в нашем генераторе, это «Targeting Optimization». И вы видите вот здесь такое вот поле. Что же это значит? С недавних пор Google AdWords автоматически ставит тип оптимизации, тип таргетинга консервативный. Но это сливает кучу денежек, поэтому лучше отключать, ставить «Отключено». После этого вы можете скачать свою компанию, сохранить. То есть, если вы должны прерваться и что-то не доделали, нажимая кнопку «Сохранить» здесь, либо же вверху нашей утилиты вот здесь, ваша ссылка останется и никуда не денется. Ваша компания останется на том месте, где вы остановились, вы сможете всегда вернуться и доработать компанию. Мы нажимаем «Скопировать», переходим в наш Google Ads Editor, нажимаем «Импортировать», «Вставить текст». Просто делаем «Ctrl-V», нажимаем «Обработать». И все, наша компания готова. Мы нажимаем «Завершить» и «Просмотреть объявление». Нажимаем «Сохранить». Наша компания готова. Вот она у нас здесь. Все группы объявлений есть, все ключевые слова есть, все в нужном нам типе соответствия, как мы видим, в том, которому они нужны. Объявления развернутые все у нас присутствуют. Расширение объявлений все есть, все дополнительные ссылки, все уточнения, которые мы прописывали. И ключевые слова, исключаемые критерии у нас также есть. Он находится на уровне компании и во всех, вы видите, всех вариантах склонений. То есть правило, 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 все абсолютно просклонял. Все, что вам осталось сделать, это выбрать нашу компанию и отправить ее на сервер. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если у вас остались какие-то вопросы по работе этой утилиты, оставляйте их в комментариях. Не забывайте оставлять свои лайки, подписываться на наш канал и хороших вам продаж! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!